По итогам 9 месяцев Анапе отмечают двукратное снижение числа административных протоколов по факту незаконной торговли алкоголем. Это связано прежде всего со значительным повышением штрафов за данный вид нарушения. Город-курорт был, остается лакомым куском для бутлегеров разного уровня. Однако, если раньше рискнуть были готовы многие, включая иногородних, то сегодня остались только крупные торговцы. Поэтому, несмотря на значительное снижение числа штрафов, их общий денежный объем даже несколько выше, чем в прошлом году и составляет порядка 3 миллионов 300 тысяч рублей. За 9 месяцев в Анапе составлено 765 административных протоколов, изъято порядка 40 тысяч литров продукции. По словам главы курорта Юрия Полякова, контроль ослаблять нельзя, необходимо продолжать взаимодействие по межведомственным каналам. Конечно, не каждый может определить, я вам скажу откровенно, что такое контрафактная продукция. Как правило, контрафактную продукцию торгуют в магазинах, в которых есть лицензия. В магазинах, в которых есть лицензия, туда должны заходить работники департамента, у них есть оборудование, они считывают марку. Но, то, что касается фальсификата, у нас его вот так. Нужно наказывать только рублем. Рублем, рублем, рублем. Вот эти все административные комиссии, все нужно только оштрафовать. Межрайонный прокурор Александр Фоменко обратил внимание, что здание, где сегодня хранится конфискат, необходимо провести в порядок. В настоящее время там находится свыше 76 тысяч литров алкогольной продукции. Юрий Поляков поручил заместителям осмотреть склад и принять необходимые меры. Поручение выехать туда Богдановой Балмашеву, посмотреть это помещение, что оно из себя представляет.